Приветствую всех дорогие зрители, с вами снова мой канал, который рассказывает вам о играх. И сегодня у меня на повестке дня совершенно невероятная тема. Самые горячие и ожидаемые игры, вышедшие в 2024 году. Представьте себе, какие моменты и миры нас ожидает уже в этих играх. Готовы ли вы взглянуть на будущее игровой индустрии? Тогда начнём наше захватывающее путешествие. Но перед этим хочу подсказать вам, что все игры с хорошими скидками приобретаются в магазинах, ссылки на которые найдёте в описании. The Tema Tour Это интригующая и заставляющая задуматься ролевая игра, которая переносит игроков в увлекательный мир Варшавы начала 20 века. Действие игры разворачивается в 1905 году, когда город находился под власти Российской империи. В роли главного героя выберет на себя роль Талматурга, человека, наделённого способностью воспринимать и манипулировать загадочными существами, известными как Солюторы, каждый из которых обладает своими уникальными силами и способностями. От типичных представителей жанра эту игру отличает инновационная пошаговая боевая система, в которой органично сочетаются как человеческие, так и психические атаки. Кроме того, механика расследования позволяет влиять на эмоции и родственные связи других персонажей, что придаёт игровому процессу дополнительную сложность и глубину. На протяжении всего путешествия вам предстоит сделать неоднозначный с моральной точки зрения выбор, который определит траекторию развития сюжета и в конечном итоге определит исход игры. Одной из отличительных особенностей является богато детализированный исторический сеттинг, точно воссоздающий подлинные места, события и персонажей Польши начала 20 века. Broken Roads – это уникальный мир постапокалипсиса, где игроку предстоит столкнуться с жёсткостью нового мира на территории Австралии. Это не самый благоприятный континент для выживания, так как во многом сама природа, которая теперь постепенно начинает захватывать ранее жилые города, является опасным испытанием для любого путника. Кроме того, главная опасность для человечества – это не вирус, не ходячие мертвецы и не катаклизмы, а сам человек. Спустя несколько лет после всемирной катастрофы люди научились жить заново. Правительство пало, государство так и не сформировалось снова, а все выжившие разделились на банды, в которых они смогли занять свою нишу. Те, кто никому не примкнулся, стали их добычи рабами бесплатной рабочей силой. Выживает только сильнейший и тот, кто способен на убийство. Моральные качества персонажа Брокен Роудас будут развиваться по мере того, как выбранный протагонист будет общаться с другими выжившими и как уговаривать пойти их на компромисс или выполнить нужное ему поручение. Практически всегда преобладающими являются только две характеристики. Они разблокируют новые возможности и способности героя, которые дадут ему возможность, к примеру, освоить дополнительный вид боевых искусств или стать здешним судьёй. Энш Роудед. Увлекательная игра, действие которой происходит в королевстве Эмбервейл. Отправляет игроков в захватывающее путешествие по земле, некогда опустошённой разрушительной магической чумой. Игроку предстоит исследовать остатки утраченного королевства, сражаться с мутирующими существами и разгадывать загадочные секреты древнего племени. Одной из отличительных особенностей игры является акцент на самостоятельность героя. Начиная приключения в Энш Роудед, можно свободно прокладывать собственный курс и определять судьбу. Необходимо путешествовать по разнообразным ландшафтам, таким как пышные леса, палящие пустыни, коварные пещеры и таинственные подземелья, каждая из которых наполнена скрытой историей и ценными сокровищами, ожидающими своего часа. Чтобы ещё больше проанализировать опыт, Тайтл позволяет построить собственную базу, используя широкий спектр материалов и мебели. Привлекая неигровых персонажей, можно открыть расширенные возможности ремесла, позволяющие ковать мощное оружие и броню. Бои требуют быстрых рефлексов и принятия стратегических решений. Надо участвовать в захватывающих сражениях, где придётся ловко уклоняться от входящих атак, вовремя парировать удары и применять разрушительные заклинания, чтобы одарить врагов. Black Myth of Yukung Ролевая игра, основанная на знаменитом китайском романе «Путешествия на запад», написанном в далёком 16 веке. Игровой процесс представляет собой путешествие по полуоткрытому миру, напоминающему метроидванию. В центре истории герой по имени Сунь Укун, который также известен как король обезьян. Он совершает путешествие по фэнтезийному миру, параллельно сражаясь с различными фантастическими существами. Каждый враг в игре представляет серьёзную угрозу. Противники не только используют удивительные паттерны движения атак, но и способны превращаться в летучих мышей, насекомых, гигантских монстров, ну и так далее. Особую опасность представляют боссы. Каждый главарь в игре – это самый настоящий вызов для всех любителей хардкорных RPG. Предстоит заучивать тайминги, использовать перекаты, контрудары, парировать их атаки, ну и всё в таком стиле. Иными словами, здесь представлено всё, что многие так любят в Dark Souls. Некоторые локации открываются после того, как герой получит новые способности. Визуальная сторона игры представлена мрачной готической архитектурой в сочетании с китайским стилем. Gothic One Remake – обновлённая и улучшенная версия классического ролевого приключения. Особенностью ремейка выступает не только улучшенная графическая составляющая, но и доработанная боевая система. Игровой процесс старается быть максимально современным, поэтому позволяет включать дополнительные параметры интерфейса. Например, поставить маркер на карте, чтобы знать, где находится ваша конечная цель. Герой Gothic Remake был сослан в колонию, куда король Робор отправляет заключённых, чтобы они добывали магическую руду. Однако магия вырвалась наружу, превратив долину в поле для боя. Основная цель игры – сбежать из-под магического купола. Исследуйте просторы королевства Миртано, сражаясь с сортами кровожадных орков, волками, падальщиками и другими существами. Характер героя претерпел некоторые изменения. Теперь герой вечно подкалывает собеседников и язвит. Gothic Remake познакомит вас с различными персонажами и позволит изучить искусство боя. Прокачивайте навыки и развивайте кулинарные способности. Собирайте ингредиенты и создавайте уникальные рецепты, которые способны оказать исцеляющие свойства. Grand Blue Fantasy Link – приключение на просторах Небесного Царства, где острова парят среди безбрежных лазурных просторов. В роли капитана небесного корабля вы отправитесь в путешествие, полное тайн, магии и товарищества. Вместе со своими верными спутниками, такими как энергичный дракон Вирн и загадочная Лирия, вы отправитесь на Эстуласию, мифический остров, окутанный легендами. Вам предстоит собрать команду из четырех человек, в которую войдут самые разные небесные странники, владеющие уникальными оружием и стилем боя. Неважно, как вы предпочитаете сражаться, резать, стрелять или осыпать гексами, в игре найдется персонаж, соответствующий вашему стилю. Командная работа имеет первостепенное значение, а такие возможности, как атака с вязками и цепные взрывы, позволяют проводить скоординированные атаки, поражающие своей зречностью. Для любителей быстрых сражений в игре предусмотрены захватывающие бои в реальном времени. Если же вам хочется более спокойных ощущений, то для игроков с любым уровнем подготовки предусмотрены режимы ассистирования. При включении режима Full Assist, действия во время сражения автоматизируются, что обеспечивает доступность игры без ущерба для захватывающего приключения. Кроме того, эпизоды судьбы позволяют заглянуть в личные истории членов экипажа, что еще больше углубляет связь с этим пленительным миром. Crime Zone Desert. Приключенческий экшен с многопользовательским и одиночным контентом. Игрок присоединяется к группе наемников, живущих в фантастическом мире на смертоносном континенте Пайвал, в который населяют драконы, огромные монстры и уникальные существа. В многопользовательском режиме перед началом путешествия понадобится создать персонажа. Редактор подопечного позволит менять все аспекты внешности и стартовую характеристику. В одиночной кампании пользователь всегда берет управление над Макдафом и его командой. Между членами отряда можно менять контроль и пользоваться особыми навыками других персонажей. Иногда геймеру потребуется выбирать как поступить, что не повлияет на концовку. На онлайн сервисе могут присутствовать тысячи участников одновременно. Они взаимодействуют между собой, сражаются, торгуются или создают гильдии. Вместе с напарниками можно отправиться зачистить подземелье или противостоять боссу. Отличительная функция Crimson Desert – полеты на драконах. Каждый игрок способен получить собственного зверя, садиться верхом и путешествовать по миру. Могучные животные обладают определенными способностями и статистикой, а в полете даже можно устраивать битвы. Приключенческая ролевая игра от первого лица, действие которой разворачивается на волшебном континенте под названием Эра. Основной акцент игра делает на путешествия по яркому миру в сражениях с монстрами и скелетами, прокачке героя и так далее. Также предстоит принять участие в самой настоящей войне. Действие игры происходит в той же вселенной, что и в Pelzers of Entry. Вас ждет увлекательное приключение в открытом мире, который в несколько раз больше, чем площадь Скайрима. События игры познакомят вас с областью The Living Clowns. Здесь вас ждут знакомые достопримечательности, статуи и здания, которые вы могли встречать в игре Pelzers of Entry. За время прохождения вы посетите два крупных города, которые отличаются высокой степенью проработки. Также вы окажетесь в других населенных пунктах, типа маленьких городов или же поселка. Доступна комплексная боевка, а также сложная магическая система. Игровой процесс опирается на физику. В зависимости от ваших поступков, мир и окружающие его существа по-разному реагируют на ваши действия. Пишите свою историю, исследуйте огромные просторы мира Эра и познакомьтесь с харизматичными героями. Впереди вас ждет эпическое приключение. Вампай в The Masquerade Bloodline 2 игрок переместится в Сиэтл и ощутит себя в шкуре слабокровного вампира, представшего перед судом и вызвавшего войну между кланами. Главного героя обратили во время массового превращения людей, и из-за этого он получил только незначительную суперсилу. Теперь ему придется разобраться в союзах кланов и примкнуть к какому-то из них, чтобы выжить. Адаптироваться к миру тьмы персонажу поможет Дейт Тайли, местный отшельник. По мере прохождения герой будет охотиться и ближе познакомиться с темной стороной большого города, которым всегда правили ковровые пиццы. Торговцы кровью также находятся в извечном противостоянии, и придется взвешивать все плюсы и минусы, вступая в опасные союзы, ведь война никогда не обойдет тебя стороной. Игра дает возможность выбирать характер вампира. Персонаж может примерить на себя роль жесткого и холоднокровного монстра, или представиться великодушным искусителем. Для того, чтобы забраться на верхушку вампирского общества, герой должен работать над развитием хитрости, обаяния, угроз и стальной воли. Без этих качеств выжить в теневом мире невозможно. Геймплей будет представлен в виде ближнего боя от первого лица. Также можно будет и стрелять. Outcast 2 A New Beginning. Это продолжение знаменитого экшена, который фактически положил начало приключенческим играм с открытым миром. Прошло около 20 лет с момента выхода первой части, но изменения получили только графическая составляющая и сюжет. Катар Слейдер снова возвращен в мир Адельфы. Он был воскрешен могущественными йодами, чтобы снова прийти на помощь мирному народу, который в этот раз потерпел захват разумными роботами. Все земли оказались охвачены пламенем войны и противостоянием. Все местные жители, у которых имеются таланты, были порабощены, и кажется, это все как-то связано с самим воскресшим мужчиной. Теперь ему предстоит исследовать изменившийся мир, культуру, и понять, как сильно он повлиял на развитие королевства перед своей смертью. Протагонист все еще не потерял своего искрометного военного юмора, но вокруг все протерпело сильные изменения, а значит меняться придется и самому. Игроку нужно исследовать огромный мир с первых минут игрового процесса. Сюжет не линейный и зависит от того, в какую сторону направится игрок и какие решения будет принимать. Здесь есть система полетов на планерах, которая может облегчить перемещение на дальние дистанции или безболезненно спуститься с высокой точки. Вот мы и подошли к концу лютого топа игр, вышедших в 2024 году. Спасибо вам огромное, что провели со мной это захватывающее приключение и узнали, какие игры стоит обязательно попробовать в этом году. Расскажите в комментариях, какие игры вызвали у вас особый интерес и какие игры вы уже успели опробовать. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в курсе главных игровых трендов. Удачи вам и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин